Теперь, значит, запищали, давайте там срочно конференцию. Пожалуйста. Россия будет участвовать? Мы готовы участвовать в мирных переговорах. Но мы вас не приглашаем. Ну вот те кино «Здрасте» приехали. И Россию обвиняют в том, что мы не хотим принимать участие. Так нас не приглашают. А вы спрашиваете, а на каких условиях? Ну что же я буду сейчас условия выдвигать и проситься туда, если нас там не видят? А что хотят сделать? Как можно больше стран собрать, всех убедить, что самое лучшее предложение – это какие-то условия, которые предложены украинской стороной, а потом предъявить нам это в качестве ультиматума. Сказать, ну вот видите, весь мир так считает. Соглашайтесь. Это что, способ ведения субстантивных таких серьёзных переговоров? Ну нет, конечно. Это попытка навязать. Вот была попытка нанести стратегическое поражение, не получилось. И попытка навязать закончится тем же самым. Но всё-таки, как я понял, ваше условие состоит в том, что достигнутые были договорённости должны быть в силе, да? Ну конечно, это база, понимаете. Они же парафировали, до конца мы сам этот документ не подписан. Там очень серьёзные вопросы. Вы знаете, там вопросы, связанные с обеспечением безопасности Украины. Они так прописаны, что над этим мы ещё и как бы подумать должны. Но в целом это база. И они прописаны украинской стороной. И я думаю, что не в последнюю очередь, наверное, если не под диктовку, то согласие их западных спонсоров. Но там всё жёстко прописано с точки зрения их интересов. Там есть нечто, что учтено, имея в виду интересы России, с точки зрения обеспечения нашей безопасности. Ну там много вопросов, я даже не хочу вдаваться. Я их всех, ну не все, но основные все положения помню. Ну вот мы готовы обсуждать это. Потом выбросили это. Хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения. Не получилось. Ну, знаете, вам теперь наши условия. С дуба рухнули, что ли? С какой статьи-то? Значит, безусловно, мы будем исходить из реалий, которая складывается на земле. Это само собой разумеется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!